Продавцы не успевают опомниться, а люди за столиками допить то, что заказали. Потому что сказали, собирайтесь и уходите. Реализатор не понимает, почему столько людей в форме заинтересовались ее заведением. У них, мол, все как везде. Напиваются везде, не только здесь. Ну, дрались на улице, но может не с нашего заведения. А тут еще есть другое заведение, есть еще одно заведение. Но в соседнем заведении то же самое. Там продавец закрыл на ключ помещение, в котором хранится алкоголь. Но ревизорам и так достаточно доказательств. Подойдите, ребята, вот, ну что здесь продают, посмотрите. Что здесь продают, вот ясно видно, что здесь продают в этой палатке. Тут не надо много говорить. Продавец прячет лицо. Андрей Коргин объясняет, эта палатка вообще не имеет права здесь стоять, а тем более торговать пивом и водкой на розлих. Ни на одну палатку в городе, торгующей пивом такого вида, нет никаких разрешений. Ни на землю, ни тем более разрешений на торговлю. В это время на остановке стоят люди, которые едут с работы. Некоторые признаются, заглядывают сюда пропустить бокал другой, но их документ не интересует. Похоже, больше и возможностей попросить документы у клиентов палаток не будет. Взвод патрульно-постовой службы только ждал приказа. Палатки или то, что от них останется, увезут в реадминистрацию. Я смотрю на вас, как вы начинаете работать. Милиционеры предлагают два варианта. Либо палатку разбирают владельцы, либо солдаты. Этот мужчина, который представился Иваном, сначала сам взялся разбирать шатер. Я буду делать, как вы скажете. А потом передумал. Ситуация в чем? Ситуация проста. Нет вариантов. Просто у нас нет вариантов. Татьяна торгует в канцелярском магазине напротив. Ее давно беспокоила эта палатка и те, кто пил в ней пиво. Тут представление почти каждый божий день. Все что угодно можно увидеть. В один вечер милиция и чиновники накрыли по всему городу дюжину наливаек. По несколько в каждом районе. На следующий день милиция отрапортовала. Составили 12 административных протоколов. Все, что было на месте палаток, погрузили в машины и увезли. Поднимает этот вопрос депутаты города Мариуполя. Соответственно, поднимает этот вопрос жители города Мариуполя. Да, это бич города. На сегодняшний день эти палатки. Но вчера мы городу показали, что милиция в состоянии, под контролем держать эти позиции. Годиочек очень много-много. Если закрыть для нашего микрориона, это будет очень хорошо. Правоохранители обещают и в будущем перед футбольным турниром без предупреждения очищать улицы Мариуполя.